По той социологии, которая сегодня у нас есть, там от Левада Центр, например, последние опросы, среди всех респондентов, которые были опрошены, примерно 44 готовы голосовать за поправки. Они хотят проголосовать за. А 34, по-моему, может быть, там я на одну-две пункта ошибаюсь, а 34 против. Но из тех, кто хочет голосовать за поправки, согласен с ними, собираются пойти голосовать 85%. А из тех, кто намерен голосовать против, пойдут голосовать, как они отвечают социологам, 50%. И при том, что в базовом соотношении эти группы примерно, ну, одна чуть-чуть побольше, да, вот по вопросу получилось, немногим больше, на 10 пунктов, да. 10-12. При этом, если бы они пошли голосовать, то соотношение тех, кто пришел на участки, было бы совершенно другим. Оно бы было примерно 70-30. Это происходит потому, что люди, которые против поправок, они понимают лживость этой процедуры. Процедуры, они не собираются идти, они ее презирают. В результате на голосование идет у вас совершенно такой специальный контингент, где оказывается, что 70% за поправки и 30% против. Это очень часто в истории авторитарных электоральных режимов история, когда вот так происходит. Это вполне рациональная история. Она заключается в том, что когда авторитарный режим демонстрирует, что он сейчас фальсифицирует голосование, он таким образом дестимулирует своих оппонентов ходить на голосование и таким образом облегчает себе задачу, создавая уже заранее среди пришедших на участки перевес в свою пользу. Потому что тех, кто не доверяют ему, не ходят голосовать. А дальше важно собрать хоть какие-то группы тех, кто тебе доверяет. Это к тому, что на самом деле перед российскими гражданами сейчас станет очень сложная и неоднозначная проблема, как вообще с этим быть. С одной стороны, это абсолютно какая-то фейковая и позорнейшая, вообще токсичнейшая процедура этого голосования. С другой стороны, она специально так организована, чтобы люди, которые против поправок не ходили, а те, которые готовы голосовать, ходили. И их там будут еще пригонять. И тогда можно будет махать 70-80% и говорить, что вот народ, это вот это. Хотя народ, на самом деле, это совсем не это.